МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа Крайм Тайм в студии работы Денис Зимцов. Здравствуйте и смотрите сегодня в нашем выпуске. Несчастный случай или пьяный наезд? Полицейский на служебной машине насмерть сбил женщину в шу. Почему блюститель порядка пытался скрыться с места ДТП? Сиделка зверски убила пенсионерку в Москве. Что стало причиной жестокой расправы? И почему главной подозреваемой оказалась уроженка Павлодара? Недетское ДТП. Шестилетний ребенок сел за руль и совершил наезд на мать с двумя детьми. Женщина осталась инвалидом. Каким образом малыш получил доступ к авто и что теперь грозит его родителям? Представитель осенизаторской компании облил канализационными отходами Мерседес женщины, которая вступила с ним в бытовой спор. Какие слова Павлодарки вывели мужчину из себя? Это и многое другое смотрите через несколько минут. Уроженка Павлодара подозревается в зверском убийстве пенсионерки в Москве. 83-летняя Ирина Кожина не могла себя самостоятельно обслуживать и тяжело болела. Поэтому пользовалась услугами няни. Последняя в итоге и стала главной подозреваемой в убийстве. Сообщается, что причиной жестокой расправы стали постоянные упреки пожилой женщины в адрес сиделки. Не выдержав, няня схватилась за нож. Пожилая женщина скончалась до прибытия бригады скорой помощи. За совершение зверского преступления задержана 31-летняя уроженка Павлодара Гульчахра Айдарова. Специалисты ставят под сомнение психологическое состояние подозреваемой. Убийство было совершено вечером 20 января. Ни одно так другое. Не успев как следует отпраздновать чудесное избавление от рака, мужчина ввязался в драку и трагически погиб. В феврале 2020 года в английском городе Честерфилд графства Дербшир 23-летний Джон Роботем пришел в ночной клуб с друзьями и девушкой, чтобы отпраздновать выздоровление от смертельной болезни. У него подозревали рак, однако тесты показали, что он здоров. В клубе Роботем поругался с неким Коннором Роуз и другими посетителями. Когда обоих выгнали из заведения, ссора перешла в драку. На улице Роуз напал на Роботема и ударил его бутылкой по лицу. Тот потерял сознание, упал и ударился головой о землю. Роуз заявил, что его противник это заслужил, после чего скрылся с места происшествия. На следующий вечер Роботем скончался от полученных травм и теперь Роуза обвиняют в убийстве. Последний отрицает обвинение, хотя ранее признал вину в непредумышленном убийстве. Судебное слушание продолжается. А сейчас к международным новостям. В столице Испании продолжаются поисково-спасательные работы в многоэтажном доме, где накануне прогремел мощный взрыв. ЧП произошло примерно в три часа дня по улице Толедо. К этому в часу известно о троих погибших и одиннадцати пострадавших. На месте работают пожарные и полицейские. Сейчас территория, где находится дом престарелых и школа, оцеплена. Жители Мадрида опубликуют в социальных сетях кадры с места происшествия. На них клубы дыма, заваленная обломками улица и обрушенные три верхних этажа здания. Казахстанские дипломаты сейчас пытаются выяснить, были ли казахстанцы в этом жилом объекте. По предварительной причине взрыв мог произойти из-за утечки бытового газа. В Жамбылской области разоблачили ОПГ из десяти человек. По данным следствия, члены организованной преступной группировки на протяжении 11 лет выписывали фиктивный счет фактуры без выполнения работ и поставляли товар в город Тарас. Ущерб, нанесенный государству, оценивается в 10 миллиардов тенге. Деньги, как выяснилось, задержанные обналичивали в банках второго уровня. Ожидается, что все найденные у молодых дельцов средства будут конфискованы. Госорганы уже наложили арест на счета подконтрольных предприятий. Дело передано в суд. Мерседес Павлодарки облили помоями. Так завершился, казалось бы, пустяковый спор. Одна из городских фирм проводила очистку канализационного септика. Для этого представителям осенизаторской компании пришлось проводить шланг по территории, принадлежащей частному предпринимателю. Но владелица земельного участка была категорически против. Дошло до того, что она наехала колесами своей машины на шланг. В ответ руководитель фирмы, недолго думая, облил ее машину марки Мерседес нечистотами из канализационного септика, за что и попал под административную статью. Ему вменяют в мелкое хулиганство. Правонарушителю грозит штраф в размере пяти месячных расчетных показателей либо административный арест до десяти суток. Житель Уральска лишился миллиона тенге на первом свидании. 27-летний парень познакомился с девушкой в одном из ночных клубов областного центра и пригласил ее к себе домой. Но вслед за ними поехали двое знакомых девушки. Воспользовавшись моментом, гостья открыла дверь своим приятелям. Проникнув туда, злоумышленники жестоко избили кавалера и отобрали у него ноутбук, телефон и золотые украшения на сумму миллион тенге. Имея единственную зацепку, сотрудники полиции установили всех участников данного преступления. Ими оказались жители Атырауской области. Оперативники незамедлительно направились в служебную командировку. Трое подозреваемых были задержаны на съемной квартире в Атырау. Сейчас решается вопрос о квалификации преступных действий задержанных граждан. Между тем, на юге разгорелся скандал вокруг сотрудника полиции, который на служебной машине насмерть сбил 48-летнюю женщину. Она скончалась на месте ДТП. После инцидента страж порядка снял с авто госномера и пытался сбежать, но не успел. ДТП произошло недалеко от вокзала города Шу. Свидетели говорят, что водитель был пьян и хотел скрыть свою причастность к органам власти. В областном департаменте полиции все эти скандальные заявления категорически опровергли. Там уточнили, что женщина переходила дорогу в неположенном месте. Но за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, уголовное дело все же завели. В настоящее время сотрудник полиции во дворен в ВВС. Медицинское освидетельствование подтвердило, что 25-летний полицейский не употреблял алкоголь и наркотические средства. На сегодняшний день ведется расследование. Записи со всех видеокамер будут тщательно изучены. Назначены все необходимые экспертизы. И в продолжение дорожной темы. Шестилетний ребенок сел за руль и сделал мать двоих детей инвалидом в СКО. Мальчик за рулем автомобиля наехал на женщину с детьми. В результате ДТП на пляже Дарина Тюгумбаева стала инвалидом. Теперь североказахстанка хочет, чтобы родители виновника ответили за поступок своего ребенка. ДТП произошло в июле 2020 года на берегу реки Ишим в СКО. Дарина услышала, как один из отдыхающих хвастался, что его ребенок умеет заводить машину. Буквально через пару минут после этого она услышала рев мотора. А через несколько секунд женщина и ее годовалый ребенок, а также трехлетний малыш уже лежали под колесами авто. Дети каким-то чудом отделались царапинами, а вот их маме повезло меньше. Врачи диагностировали у 25-летней Дарины множественный перелом таза. Два месяца она была прикована к больничной койке и в итоге стала инвалидом второй группы. Дарина Тюгумбаева только сейчас предала ситуацию огласки. Это связано с желанием добиться справедливого наказания для родителей ребенка, совершившего наезд на ее семью. По словам потерпевшей, сторона обвиняемого даже не просила прощения по-человечески, а о моральной и материальной помощи и речи нет. Подробности данного дела выясняются. В Алматы угонщика авто задержали спустя 15 минут. Зевака, увидев заведенную машину марки «Хонда», сел за руль и решил покататься по городу. Теперь он оправдывается, дескать, совершать преступление. Не планировал, все якобы получилось спонтанно. Пришел, увидел, сел за руль. Хотя творцы правосудия вряд ли возьмут эти доводы во внимание. Ну а вышедшая из магазина владелица авто тут же позвонила на 102. Полицейские объявили план перехват и через несколько минут уже сидели на хвосте у подозреваемого. Последний заметил слежку и попытался скрыться, свернув во дворы. Однако в переулке его ждал тупик. Тогда он вышел из машины и бросился на утек. Но участковый оказался проворнее. К слову, 30-летний подозреваемый ранее уже был судим. И теперь, скорее всего, ему снова придется отправиться в места не столь отдаленные. Увидел машину нас и фульма Жумабаева и хотел угнать. В этот момент за мной погнались полицейские участковые. И поймался на тупиках, хотел заехать и убежать. Тем временем 47 килограмм гашиша изъяли жамбылские полицейские у алматинца. 39-летний мужчина был пойман на 260-м километре автодороги Западная Европа-Западный Китай. В багажнике его иномарки обнаружили две хозяйственные сумки, в каждой из которых были мешки, набитые коноплей. Куда направлялся наркоделец со столь крупной партией конописа, выясняют полицейские. В багажном отсутствии имеются дорожные сумки синего цвета. Проводится досудебное расследование по статье 297, части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Задержанный дал признательные показания и был водворен в изолятор временного содержания Курдайского района. За совершение данного преступления предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. В Шимкенте только на одной улице обнаружили 48 граффити с рекламой наркотиков. Полицейские приступили к поиску авторов трафарета. Тем временем в Алматы задержали двух рекламщиков наркотических веществ. Парни изготовили трафарет и оставляли надписи аэрозольной краской в общественных местах. Писали в основном названия наркотических веществ и сайтов, на которых их можно приобрести. Для поимки художников была создана специальная группа. Как результат, пиарщиков наркоты задержали с поличным. Вину они уже признали. Теперь дальнейшую судьбу пропагандистов запрещенного зелья решит суд. На надписи написано «Соль, меф». Выпишет наркотические вещества. Тоже помогал чуть-чуть красть. Сразу после нас не пропустите итоговый выпуск новостей. Будет интересно. Ну а я с вами прощаюсь. В студии работал Денис Зимцов. До встречи и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин